здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас довольно любопытный эфир потому что мы решили соединить абсолютно научный такой разговор если хотите общественная важность точки зрения нашего с вами человеческого здоровья а вторая часть это музыкальная часть хорошем смысле слова искусственно потому что происходит это от слова искусство это когда мы пытаемся с помощью вот этих приятных в жизни человека моментов позволить нам как-то отойти от каких-то сложностей если хотите в кавычках утонув в искусстве в общем это все конечно же приблизительно пока мой анонс нашего разговора потому что у нас два ярких представителя именно этих двух направлений музыки и науки но во-первых я хочу представить начнем наверно с дома как у нас принято потому что кто-то очень долго всего все перечислять ольга алешина заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом отделение московского научно-исследовательского центра гематологии но врач а врач онколог да правильно это называла к гематолог онколог и гематолог ольга алешина когда таких случаях прошу любить и жаловать и наш уже старинный друг и гость который не раз уже был наши про и даже выступал здесь и мы записали даже мелодию нас это видео где-то сохранилось вот а георгий гусев российский музыкант композитор и сейчас вы чуть позже поймете каким образом он вот с ольгой они почему они вдвоем у нас находится в эфире давайте начнем самого простого от что речь будет слово онкология сегодня звучать и так как вы соединились в проекте посвященный этому событию я так под заголовок сразу скажу наука искусство против рака когда слова рак люди слышат а еще более научное слово онкология то как-то сразу в воздухе повисает такая тяжелая пауза я специально начал программу в таком может быть фривольном варианте почему то что мне кажется что и общаясь кстати с вашими коллегами с врачами и с пациентами которые смогли даже побороть эту болезнь не все так страшно как люди думают я правильно говорю ольга да то есть сначала мы боролись за то что в принципе эта информация была мало и у специалистов было мало но слава богу наука развивается и эта информация становится больше и задача как раз донести и до людей конечно что эта проблема существует что необходимо ранняя диагностика и чем раньше эти заболевания диагностируют тем легче их лечить скажем так но и с другой стороны другая проблема что вместе с этим появились страхи то есть так как и заболевание грозное действительно в части случаев она приводит к летальности то вот как вы правильно сказали что вокруг этой темы очень много страхов именно руки опускаются сразу опускаются но вот в том числе этот проект в общем то очень много скажем так рассказывает и не только вот они удачах но и победах то есть это главное вернее скорее этот проект рассказывает о победах а тех успехах которых удалось достичь как врачам так и пациентам то что это совместная работа а правильно я понимаю что если раньше такая методика была ну может быть не у всех но всегда было ощущение что врач ну знать как у вас онкологии то да 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 ну а что вы хотели как у нас обычно говорят так сколько вам лет чего вы хотели и так далее у человека естественно сразу руки опускались то сегодня при правильной постановке вопроса с научной точки зрения и при правильной подготовке пациента можно не только с этой болезнью бороться но в некоторых случаях даже практически но если не излечить то вот это как рецессия до называется до ремиссия простите дарится если такая совсем другой вот и человек может жить работать и совершенно с определенной оглядкой но быть в нормальном человеческом обществе верно я не побоюсь этого слова на самом деле в настоящее время вот в медицине онкологии это одна из самых быстро развивающихся специальностей там где очень много инноваций и практически каждый день появляется что-то новое разрабатываются новые методики как диагностики так и лечений и поэтому конечно даже если взять сто лет как будто бы это немного но в плане онкологии это огромный прорыв и многие те заболевания которые еще совсем недавно совершенно были неизлечимы сейчас уже есть подходы эффективный причем сейчас еще исследование направлено то чтобы терапия была не просто эффективной но еще менее токсичная чтобы она приносила меньше осложнений они только эффективность я так понимаю все равно пока до какой-то одной приятные таблетки с приятным вкусом еще пока дело не дошло нет не дошло ног над этим идет работа над этим идет активная работа конечно ну давайте подключим георгий андак сурово смотрит на нас в сегодняшнем эфире потому что ну композитор уже всегда может у него уже сейчас рождается музыка в голове дворишь такое да да и пошел какой-то уже импульс вы сказали что очень быстро да это происходит мы знаем что рак и слова клетка они как-то вот как близнецы-братья да потому что проблема с клетками проект о котором мы сегодня говорим о которой в общем то не просто как проект состоялся мы чуть позже о нем поговорим но он просто позволил по-новому взглянуть на возможность соединения нескольких человеческих направлений которые могут привести к излечению больного что очень важно то есть не только медицина и не только сам пациент а многие многие другие еще факторы так вот музыка клеток называется ваш проект до который вы курируете как композитор я так понимаю что слово клетка в данном случае это исключительно врачебный термин что мы все состоим из клеток вот таким образом неожиданно музыка нашла раковые клетки для того чтобы участвовать в этом проекте да но дело в том что мы как раз сейчас заканчиваем проект который будет доступен широкому зрителю в конце сентября и это документальный фильм документальный фильм об онкологии в мировом смысле этого слова мы берем интервью у самых ведущих врачи онкологов исследователей докторов как у нас стране так и не только поскольку как правильно сказал ольга это очень быстро развивающаяся наука именно видение методов борьбы с онкологией и как я сам лично столкнулся поскольку зовут эти вот уже почти три года ковида да когда и вонный фон очень сильно ослаб мы все стали замечать как много людей вокруг нас стало болеть именно калорийскими заболеваниях и к сожалению многие ушли для не ушли не они не 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 может быть опять же вот лечение лечением а именно когда человек сам себя еще останавливает это же тоже такое происходит безусловно так раз об этом у нас тоже им пойдет речи в нашем фильме но самое главное мы бы хотели все таки этим проектом этим фильмом привлечь внимание российского зрителя к этой проблеме и тех людей которые возможно могут влиять на развитие исследований в нашей стране в том числе к тому чтобы все-таки люди относились с меньшей опаской когда она сказала ольга к процессу ознакомления своего или же те кто непосредственно заболел позволяли врачам лечить их правильно и сами были настроены на излечение поскольку те пациенты которых мы интервьюировали в процессе съемок все как один говорят о том что самое главное это тот информационный фон в который вы сами как пациент себя помещаете если вы окружены позитивным фоном то соответственно у вас гораздо больше шансов на выздоровление непосредственно лечение само должно быть правильным и диагностика должна быть своевременной именно поэтому тоже привлечь внимание к тому что диагностироваться очень важно в разных возрастах ну да многие врачи ваши коллеги которые здесь были любых кстати направлений даже тех которые не приводят к летальному исходу но все равно которые но бьют по человеческому организму чек так устроен что ну вот пока рак не свистнет что называется да он считает что многие боятся к врачам эти многие боятся вообще глубоко в себя посмотреть потому что вдруг там что-то найдут это конечно человеческая природа такая и знаете как есть такой как ни странно анекдот нашей программе что сороконожки спросили а как она передвигается она задумалась и умерла да потому что некоторые элементарные вещи которые мы совершаем нашей жизни мы совершенно не отдаем себе отчет в том что происходит но например я всегда говорю что мы едим как мы значит проводим время что мы практически не двигаемся ногами машина дом да и так далее и тому подобное как мы всегда идем у себя на поводу говорят что человек состоит из двух частей какая философская история что что предложит одна часть тела организма вторая сразу подтвердит ну например ты так хорошо сегодня отработал вот можешь себе позволить там чего-то того чего нельзя да да конечно то есть один спрашивает могу я себе позволить а второй отвечает и чек очень трудно задавать себе серьезные вопросы а когда мы пытаемся еще все вместе окунуть его в ту проблему что ты сам вершитель своего счастья а счастья щас лежит том числе и в твоем здоровье он как-то не готов этого он сразу бежит к кому-то к помощнику а частей музыка до и искусство которые вы сегодня представляете в нашем это же тоже иногда возможность уйти с одной стороны от каких-то проблем до погрузиться в этот мир отключиться а Sudoku стороны это возможность получить какой-то эмоциональный заряд и человек по-другому может выйти из концертного зала уже с каким-то другим посылом вы как человек все-таки профессионально связаны с этим миром миром кино миром театра понимаете что музыкальное оформление она очень важно для фиксации внимания зрителя по этой причине и название сама музыка клеток да и конечно же та музыка который я написал на непосредственно основана самая главная тема фильма будет называться геном она основана на четырех буквах генома человека и музыкальные на партии они также будут показывать деление клеток языком музыки так что мы отвечая на ваш первый вопрос ко мне попытались привлечь внимание людей к этому проекту из творческой точки зрения чтобы им не казалось что это такое вот страшное научно популярное кино об очень серьезной болезни нет это такое просветительское кино рассказано очень красивым языком на мире клеток нашего организма о том как они борются с разными болезни в том числе с раком и вот тут я сразу же такой маленький гвоздик забиваю для ольги потому что я журналист но ведь получается что эти клетки на которых мы основаны у которых есть своя музыка как каждая клетка вроде бы заинтересована чтобы мы ее хорошо покормили чтобы она там правильно поделилась чтобы все было хорошо в нашем организме именно эти клетки вдруг в них появляются вот какие-то нехорошие другие клетки которые начинают бороться с нашими хорошими получается что эти же клетки на из которых мы состоим иногда нас пытаются убить внимание вопрос ольга почему они появляются да это один из самых частых вообще вопросов у пациентов в первую очередь и каждый из них все равно спросят врача почему как и еще не на мне почему меня и почему именно у меня и многие приводят тут же что я там не курю и пью алкоголь но тем не менее у меня действительно известно несколько факторов риска которые увеличивают кратно то есть значительно увеличивают риски возникновения онкологии вот тут мы сейчас поставим точку чтобы у нас была интрига да и уйдем на небольшую паузу и продолжим наш разговор через несколько минут эта программа открытый диалог студии николай пивненко у нас гостях напомню ольга алешина заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых ликозов и лимфом отделением московского научно-исследовательского центра гематологии и наш старый друг в хорошем великолепном смысле этого слова композитор георгий гусев российский музыкант прежде всего и куратор проекта которым мы сегодня говорим этот проект от научно-просветительский документальный фильм который посвящен теме вот соединения науки и искусства которые борются против рака и мы остановились на том что ольга должна ответить на главный вопрос ну композитора конечно появились сразу наверняка музыкальные темы что такое клетка а у нас вопрос почему же есть вот эти вот нехорошие клетки и как вы правильно сказали пациенты всегда спрашивают почему именно у них почему да то есть как это возникает и что к этому приводит до теории на самом деле их несколько но известно что на самом деле вот клетки да то что будет в том числе показано в фильме они постоянно делятся и пока они делятся возникновение каких-то мутаций она нормально но организм каждого человека способен эти клетки с которые смутировали и не подходит для дальнейшего деления нормального их убирать но под действием каких-то факторов этот механизм может скажем так сломаться и хватает что то есть иммунная скажем система она пропускает всего лишь одну по сути клетку которая впоследствии дает вот за собой уже предшественников которые приводят каким-то заболеванием опухолевым доброкачественным или злокачественным и считается что абсолютно доказанными факторами риска приводящих к этим и заболевание увеличивающие вероятность скажем так значительно эти заболевания это является курение повышенное питание то есть ожирение лишний вес и конечно же малоподвижность то что я и сказал и еще важный фактор почему очень много сейчас еще обсуждается вопрос что увеличивается количество заболевших онкологии или часто спрашивают это действительно так и это действительно так почему это возникает первое что известно есть такой скажем хороший фактор что увеличивается продолжительной жизни а известно что онкологическое заболевание вероятность их вырастает с вероятностью возраста Как ни странно, получается, хорошие показатели. Хорошие показатели, да. То есть люди стали дольше жить, соответственно, большее количество людей, если так можно выразиться, просто доживают до своего онкологического процесса, доброкачественного опять, либо злокачественного. И, конечно же, опять же, вот эти факторы риска, то есть люди стали больше кушать, меньше двигаться, потому что появились различные технические приспособления. И это всё, конечно же, способствует тому, что количество заболевших увеличивается. Но здесь ещё важно понимать и другой момент, опять же, хороший, что мы об этом говорили с самого начала, что наука очень сильно продвинулась, и диагностические возможности, то есть то, что позволяет установить диагноз заболевания, тоже прогрессировало. И здесь ещё можно один фактор увеличения заболеваемости сказать, что просто лучше стали диагностировать, то есть лучше понимать, что это заболевание. И это всё, конечно же, привело к таким, скажем так, цифрам, которые мы видим. И, опять же, это чаще пугает людей, хотя, с другой стороны, как я объяснила, что, в общем-то, это не пугающая цифра, а может быть даже в каком-то смысле хорошая. То есть мы стали... Ну, да, человек так устроен, что, как у нас говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это же великая фраза, на мой взгляд. И опять же, наш проект ещё призван показать как раз не только страхи, но он призван показать, что это, в общем-то, такая общественная проблема. Это не только проблема врача и пациента, который заболел. Ну, да. Ну, это проблема, начиная от которой приходит человек, и чтобы мне вкусненького купить. Вот здесь, в общем-то, и начинается эта проблема, которая может закончиться чем-то не очень хорошим, не говоря уже о стиле, образе жизни. Георгий, вот я всегда... Я же не композитор, я только могу напевать, наигрывать что-то, но у меня всегда такой вопрос возникает. Вот как у композитора, у творческого человека, у художника возникает вот эта вот, ну, там, визуализация, да, например, у человека, который пишет картины или там кино снимает. А как у композитора? Вот рак, клетки, здоровые клетки, появление каких-то вот механизмов поломки. Как вы писали-то музыку, как это происходило? Потому что, вот, мне сейчас говорят клетки, я представляю себе такое поле визуализации, да, вот хорошие клетки, и вдруг одна появилась нехорошая. Как рождалась музыка? Что для вас было толчком здесь? Ну, Николай должен сказать, что мне повезло, потому что я визуал в первую очередь, и до мира музыки я был в мире живописи, хотел стать художником. Но, в принципе, композитор, когда он пишет музыку, безусловно, и особенно музыку к кино, неважно, либо это motion picture, либо это документальное кино, либо художественное, он, конечно же, отталкивается от визуальных образов. И в данном случае, когда у нас речь идет о таком ультра-микромире, речь идет именно о делении клеток или там геноме в этих клетках, то, безусловно, здесь приходится прибегать к очень необычным музыкальным приемам, которые не так часто встретишь в известной нам классической или даже неклассической музыке. Но, опять же, на помощь мне, как композитору, здесь пришла математика, потому что в музыке очень много математики. Но математика везде, кстати. Конечно, конечно. И все мы знаем еще от великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, как он умел использовать все эти математические вычисления в музыке для того, чтобы передавать разные образы. В принципе, конечно же, я прибегаю и к ним, и, как я уже вам сказал, использую разные методы подчеркивания, использую те самые буквы ACGT, буквы нашего человеческого генома, и на их базе играю с этими звуками, поскольку в музыкальной нотации также присутствуют эти буковки. Ля, ДОСО, ЛЯ, ACGT. Вместо ЛЯ второй ТИ используется ТИ как ТО. Это уже символы начинаются, знаки символы. То есть здесь какой-то своего рода символизм, как вы правильно заметили, присутствует непосредственно. Ну и, безусловно, само деление, процесс деления клеток, как мы знаем, рак – это именно поломка в процессе деления, когда происходит бесконтрольное деление клеток. Конечно же, это было тоже не так просто, но очень интересно придумать, как это можно изобразить музыкально. Но это фактически же рождение все время. Все время что-то рождается, деление клеток или появление. Вы знаете, как раз дополняя то, что сказала Ольга, мы очень много ученых спросили в процессе съемок, и два ученых, находящихся в абсолютно разных частях земного шара, Роберт Пертергейл и наш Михаил Мощан, сказали, в принципе, одну и ту же фразу, процитировав друг друга, что фактически рак – это естественное продолжение биологии человека. То есть если представить, что на протяжении вашей жизни каждая клетка должна миллиарды раз поделиться, поломки или ошибки в геноме, они будут, в любом случае, неизбежны. Да, устанет. Да, и по этой причине музыка тоже показывает и состояние усталости, и состояние поломок, и состояние роста, и состояние борьбы, и состояние победы. Ну, то есть вы, так я понимаю, постарались не просто сделать, как у нас сейчас говорят, музыкальный ряд, такое приятное словосочетание, киношное, да, киносочетание, а именно прожить некую такую жизнь этих клеток от начала и до какого-то такого, ну, финал, не будем говорить слово «конец», да, слово «финал». И возникает вопрос, ну, как всегда в любом проекте, когда все завершилось, что вы для себя поняли, вот с точки зрения врача, с точки зрения научного подхода, насколько эта музыка вам была интересна, и она подошла по вашим ощущениям. Должен заметить, что Ольга еще не слышала музыки. А, если не слышала? Она еще, да, поскольку фильм еще не вышел, а он у нас выходит, я могу сказать, когда? Да, конечно, да. 24 сентября, вот мы сегодня дебаты устроили, это будет, в России у нас отмечается международный день, нет, это борьбы с лейкемией. Так что это у нас будет... А 4 февраля отмечается всемирный день борьбы с онкологией. Ну вот я хотел сказать, вот музыка эта была сделана для того, чтобы показать, передать некие ощущения, либо была поставлена еще задача каким-то образом помочь пациенту, послушав эту музыку, да, почувствовать что-то такое, через себя пронести. Какая задача стояла? Приходит в область другую, о которой я могу говорить очень долго. Дело в том, что не произведено пока никаких успешных исследований, которые бы нам доказали, что действительно прослушивание музыки помогает в лечении. Этого пока что не доказано. То есть тогда получается, что у вас написан был вот этот музыкальный материал, большой, разный, именно как вот... Я бы сказал так, что моя задача была все-таки сделать ту информацию, очень непростую информацию, которую доносит фильм, чтобы сделать ее проще. Поскольку, как я уже говорил, музыка позволяет людям лучше концентрироваться и понимать настроение, которое визуальный ряд или же словесный пытается донести. Мне кажется, здесь важно еще отметить, что вот фильм, он несет в себе несколько видов понимания. То есть кто-то лучше услышит, и на это повлияет музыка. Кто-то лучше увидит, да, и то есть будет сопровождение клетки, будут очень красивые клетки. На самом деле наука – это красиво, и клетки – это красиво, и фильм это тоже покажет. Кто-то лучше поймет, да, и вот врачи, и пациенты, которые прошли этот, пусть они объяснят. То есть этот фильм, он как раз разными способами постарается донести суть, да, суть, что такое онкология и с этим бороться. Ну, вот если говорить, да, Георгий, у нас работает, ну, в данном случае музыка написана, я так понимаю, в классическом, да, направлении. Более неоклассическом. В неоклассическом, да. То, вспоминая даже не нео, а просто классическое, любая музыка, когда ты слушаешь, которая и сложная в понимании может быть, да, и, ну, скажем там, традиционная, в хорошем смысле популярная, но там действительно же есть, когда ты чувствуешь, что вот действительно художник, в данном случае композитор, закат с помощью музыки перед тобой рисует. Потом вдруг наступает какая-то, да, тебя к чему-то готовят сейчас, потом раз, опять просветление, либо какая-то грусть и так далее. Почему, например, опера, ты просто можешь закрыть глаза, иногда тебе и декорации не нужны, вот эти самые лучшие. Безусловно. Я скажу, почему это происходит. Дело в том, что музыка действительно это самый абстрактный, самый абстрактный вид искусства, и здесь включается уже наша ассоциация. То есть каждый человек, прослушивая одну и ту же композицию, мелодию или оперу, представляет в себе абсолютно разные образы, базированные на его опыте жизненном. Причем, который меняется, у него может меняться эти ассоциации. Конечно. Я как музыкант, я, когда слушаю то, что я слушал много лет назад, я понимаю, что даже профессионально я воспринимаю это по-другому. Ну, я должен сказать, что очень хочется посмотреть эту работу, потому что здесь как бы определенный вызов, потому что это такое смелое решение. Действительно, мы до выхода нашей сегодняшней программы говорили о том, что у нас принято об онкологии, проблемах заболеваемости. Рака говорит только вот с точки зрения, в лучшем случае, научной, где очень трудно пациенту иногда добраться у врача. Так как есть шансы, доктор, там, минут через 15 он спрашивает. Вот. А тут вы предлагаете и научную, скажем так, историю, да, где люди отвечают, почему, из-за чего, как. И это сопровождается еще, ну, такая мини-опера, которая, мини-концерт, да, симфония какая-то, и набор разных музыкальных оформлений человеческого этого состояния. Мне кажется, что это начало, может быть, даже как продолжить потом, как не только связано с заболеваемостью, а и другие какие-то брать аспекты. Вот. Ну и нам остается пожелать, чтобы премьера у вас состоялась, чтобы ее посмотрели. И главная задача, чтобы была выполнена, чтобы люди поверили в то, что рак, там, 10 лет назад, проблемы, да, с онкологией, сегодня это немножко разные вещи. Правильно, Ольга? Да. Будут отражены истории побед, и мне кажется, это очень важно, наконец-то еще показать, что, да, есть проблемы, да, то есть онкология как проблема, но есть и победы в этой сфере. Собственно говоря, завершаем. Еще раз напомню, что у нас в гостях Ольга Алешина, заведующая отделением гематологии и химиотерапии острых лейкозов и лимфом отделения Московского научно-исследовательского центра гематологии. Прекрасно, мне так кажется, вот просто расскажет человек, и клетки начнут опять нормально размножаться. Молодец. Спасибо вам большое. Очень от вас такое тепло идет. Правильное, врачебное. Ну и Георгий Гусев, российский музыкант, композитор и куратор этого проекта, композитор этого проекта, музыку которой мы с нетерпением ждем, чтобы послушать, как это звучит в его интерпретации. Все. Программа «Открытый диалог» на этом завершена. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова